Илья Нисходовский, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS. С нами на связи Илья Сергеевич. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, я хочу, во-первых, коротко, как Россия обходит санкции, даже если не говорить о микрочипах, либо каких-то сложенных технологиях, просто товарах двойного назначения. Есть, например, филиал компании российской, например, в Армении. Туда она заказывает определенные товары, соответственно, они транспортируются через территорию России, и там же остаются. Компания российская в Армении, например, не против, потому что, ну, собственно, по бумагам она ее как бы может у себя отметить, что и получила. Вот мне интересно, одиннадцатый пакет санкций, который сейчас вот должен закрыть подобные лазейки, подобные им, почему тогда в десятом? Об этом же как раз говорилось Урсула фон дер Ляйен, говорила то же самое про десятый пакет санкций, что он не такой эффективный, либо не удалось победить. Почему нужен еще одиннадцатый, который сейчас вот, ну, наконец-то закроет эти лазейки для Кремля? Ну, надо понимать, что в России они еще в девяностых годах работали в таком режиме. Ихний бизнес абсолютно спокойно себя чувствует в серой зоне, в черной зоне. Контрабанда – это не проблема для российского бизнеса. Организовывают разные способы поставки товаров. Если раньше это контролировалось государство, то теперь Путин, встречаясь с российским бизнесом и встречаясь с правоохранительными органами России, прямо заявляет, чтобы они закрывали на это свои глаза, чтобы была возможность непосредственно поставлять любую продукцию, любым способом. Главное, чтобы она обеспечивала нужды или военно-промышленного комплекса, или, например, тех товаров, которых на сегодняшний день в России не хватает. Почему в 10-м пакете этого было недостаточно? Потому что достаточно избирательные россияне с точки зрения того, как организовать эти маршруты. Считалось, что достаточно перечень каких-то определенных компаний. И по этим компаниям, если они используют санкции, то им нельзя будет продавать, то таким образом закрывается полностью вся цепочка поставки товаров. Но это оказалось не совсем так. Я смотрю, что это и дальше будет так продолжаться. Что надо действовать, как надо действовать в этом случае, я не знаю, будет ли это так реализовано в 11-м пакете, но так было бы правильно. Это определение так званого белого списка в тех странах, которые граничат с Россией, и в которых, соответственно, есть массовое увеличение закупок товаров, санкционный товар, который потом перепоставляется непосредственно в Россию, то в этом случае, соответственно, по этому белому списку только эти компании имеют право покупать продукцию Европейского Союза Соединенных Штатов Америки. И таким образом контроль будет эффективной. Иначе что происходит? Регистрируется новая фирма, передаются полностью все активы, продолжается торговля, и санкции обошли. То есть, другими словами, это будет так постоянно, то есть, закрывать одну компанию, открывается следующая компания. Европейцы с таким не сталкивались, это украинцы, скажем, вот так знаем, как ведется бизнес в России, и у нас есть некоторые определенные какие-то моменты, которые мы можем, скажем так, научить. Поэтому в этом контексте 11-й пакет санкций направлен на то, чтобы снова перекрыть те лазейки, которые были созданы Россией, для того, чтобы поставлять в том числе товары двойного назначения в Россию. И вот в этом контексте и будет реализованный данный пакет. The Telegraph пишет о том, что чиновники, которые следят за торговыми потоками в Москву, обнаружили значительный рост торговли потребительскими товарами между Евросоюзом и союзниками Российской Федерации в Центральной Азии. Также The Telegraph указывает, что есть опасения, что новые торговые маршруты, активность которых выросла местами на 60-80%, используются России для обхода западных санкций, призванных парализовать ее военную машину. Ну и вот сейчас ЕС готовится наказывать страны, которые помогают России обходить санкции. Многие отгружаемые в Российскую Федерацию товары содержат технологии двойного назначения и отправляются через третьи страны. Вот, собственно, та схема, которую только что мы с вами обсуждали. Речь идет в том числе об автомобилях и стиральных машинках. Казалось бы, да? Совсем элементарные вещи. Так вот, а как ЕС будет наказывать эти страны? По сути, нужно вводить санкции против третьих стран, насколько я понимаю. А я полностью согласен. Я вообще не понимаю. Есть Евросоюз, у которых фактически открыты границы. Это Казахстан, Белоруссия и Россия. Как можно использовать санкции против России, но в то же время полностью открыть возможность покупать Казахстаном? Поэтому сейчас Казахстан пытается, ну вот мы видели это сообщение, относительно того, что он усилит контроль. Но, как по мне, мало доверия, потому что это очень хороший бизнес для казахов, перепродавать россиянам в несколько раз дороже, поэтому они будут в этом участвовать. Тут надо действовать более, скажем так, более решительно по отношению к Казахстану. И не то, что это когда-то, там, 1 апреля, они там собираются каким-то образом усилить. Таким же образом, как поступила Турция. Турция поступила совсем недавно, полностью прекратила оформлять любые подсанкционные товары, которые отправляются в Россию. Вот это вот является реальным показанием того, что эта страна пытается закрыть, как минимум пытается закрыть соответствующие потоки. Казахстан только пока что ограничивается заявлением. Поэтому тут однозначно надо по отношению к Казахстану, к фирмам, даже к правительству. Почему? Потому что без участия непосредственно власти этой страны, их пограничных служб, их таможенных служб, поставлять такие товары невозможно. Поэтому уже по отношению не конкретным каким-то компаниям, признать, что это системное нарушение европейских санкций, и такая страна должна быть ограничена в поставках соответствующих технологий. Но тут есть другой определенный момент. Почему? Потому что Казахстан очень тесно сотрудничает с Китаем, и, скорее всего, он просто-напросто данные товары, большинство из этих товаров сможет заместить китайскими, а китайцы уже однозначно не будут, скажем так, прослеживать этот поток, и не будут какие-то ограничения вводить по отношению к Казахстану. Поэтому необходимо и проводить расследование, создавать институции, закрывать и, конечно же, предупреждать, потому что далеко не все можно возместить из Китая. Ну, Казахстан, да, хороший очень пример, совершенно с вами согласен, но тут еще есть проще пример. Вот что еще Детелеграф, например, отмечает, что большинство товаров, вывозимых из ЕС, направляются в Беларусь через сухопутную границу с Литвой, а затем экспортируется в Среднюю, точнее, Центральную Азию. Это советское название Средняя Азия, Центральную Азию. Чиновники смогут отслеживать экспортные декларации вплоть до внешней границы Евросоюза, после чего грузы фактически исчезнут и, возможно, будут отправлены в Россию. Беларусь. Ну, во-первых, закрытие границ, насколько это возможно с Евросоюзом, в частности, и Казахстан, да, а по Беларуси меня вообще интересует, а в 10-м же пакете там должны были быть синхронные санкции, не ввели против Беларуси, куда-то пропал этот пункт. Почему? Это же логично. Есть определенная группа товаров, которые получают из Беларуси. Ну, давайте посмотрим. Самые первые пакеты, например, они касались Беларуси про ограничение перевозок. То есть белорусские и российские перевозчики не могли ехать, соответственно, в Европу. Но они быстро сообразили, переоформили свои автомобили уже на европейские, соответственно, компании, быстро созданные, и таким образом начали обходить эти санкции. А дальше теперь относительно в этом моменте, я еще раз, если у нас есть Евразийский союз, между которыми, по факту, каких-то таможенных ограничений не существует, и товар в основном передвигается без каких-то проблем, то для меня остается открытым вопрос, действительно, почему Беларусь, Россия и также частично Казахстан, а может быть и Казахстан, как раз не рассматривает вопрос относительно того, что эти страны имеют прямую возможность обходить европейские санкции, и по ним надо ограничения. Почему по отношению к Беларуси санкции полноценные, то тут есть, скажем так, и политические вопросы относительно того, что Беларусь все-таки как бы не вступает в войну, я имею в виду активно своими войсками, а только помогает и дает площадки для того, чтобы обстреливались украинские территории, для того, чтобы со территории Беларуси заходили войска, но это было в прошлом. Но вот я думаю, что вот этот определенный аспект, каким пугает Беларусь, Лукашенко, европейских чиновников, вот если вы по отношению к нам какие-то санкции будете вводить, то мы тогда уже не будем иметь какого-то выбора и будем активно принимать участие в этих мероприятиях, скажем так. Поэтому в этом контексте тут надо всегда понимать, что непрямолинейно есть много факторов, их надо учитывать, и разные аргументы, и разных сторон. Но я еще раз говорю, что у Европейского Союза просто нет другого выбора. По отношению к Беларуси необходимо увеличивать соответственно давление и ограничивать торговли со стороны любой страны Европейского Союза, потому что это однозначно ведет к тому, что эти товары потом поставляются в Россию. Такие, соответственно, маршруты, они уже давно еще, когда в 2014 году Европейский Союз ввел санкции, а Россия ввела санкции по различным продуктам, мы увидели и белорусские креветки, мы увидели и белорусский хамон, и так далее, и другую продукцию. Вот надо понимать, что Беларусь в этом уже стала активно принимать участие, а сейчас это еще угроза того, что поставляются товары двойного назначения. Поэтому еще раз, надо отходить от того, чтобы по отношению к каким-то определенным компаниям использовать санкции, а использовать санкции или конкретно по стране, или создавать белый список тех компаний, по которым можно проследить движение продукции двойного назначения и понять, что она была использована в Беларуси и не поступила, например, в Россию. Вот это единственный способ. Белые списки. Других я, например, не вижу. Каким образом можно еще влиять на эти страны? Я сейчас приведу пример. С кого стоит, точнее, брать пример? Предоставлю информацию о том, что США объявили об очередном пакете санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко и его приспешников. Соответствующее решение принято в Управлении по контролю за иностранными активами Министерства финансов США по санкционным списке три организации, девять физических лиц, а также самолет Лукашенко. Эти действия подчеркивают готовность Соединенных Штатов привлечь режим в Минске к ответственности за его соучастие, продолжающейся до сих пор неоправданной войне, которую Россия развязала против Украины, говорится в сообщении Минфина. Ну и вообще, для меня это очень удивительно. По сути, Беларусь это союзное государство России. Не просто союзное государство, это государство, территория которого используется для размещения войск российских. Сейчас есть заявление о том, что готовы там разместить ядерное оружие. Но, соответственно, я думаю, что в мире можно было бы, миру можно было бы догадаться, что Беларусь, это по сути равно Россия. Ну, я полностью согласен. Относительно атомного оружия, то по факту это нарушение тех всех договоренностей, которые были подписаны, Россия о нераспространении ядерного оружия. И это уже фактически означает такое решение, независимо от того, кто контролирует, такое решение означает, что фактически Беларусь стала сателлитом. Потому что тут уже, когда на твоей территории размещается ядерное оружие, то ты становишься по факту, ну, скажем так, и соучастником, уже активным участником. И тут еще Европейскому Союзу необходимо определиться со следующим. Это же не нам угрожает. Почему? Потому что у нас общая граница с Россией существует по ядерному оружию. Это Европе угрожает. То есть вы уже должны четко понимать, что Лукашенко и его режим угрожают Европе ядерным оружием. Ну, какую еще угрозу вам необходима для того, чтобы полностью перекрыть все границы с Белоруссией? Ну, нет другого способа. Если вы на это закроете глаза, то это будет означать фактически дать возможность Путину показывать, что вот он имеет какую-то возможность влиять, а вы на это не реагируете. Поэтому включайте полностью Белоруссии, белорусский режим во все санкционные списки. Я бы очень хотел увидеть, что в 11-м пакете будет звучать следующим образом о том, что на Белоруссии распространяются полностью все те же санкции, какие распространяются сейчас на Россию по ограничению всех видов торговли, чтобы Беларусь на сегодняшний день, так как она есть страной, которая угрожает ядерным оружием странам Европейского Союза, чтобы эта страна фактически поняла, что такой путь абсолютно ведет в никуда, и Европейскому Союзу есть что ответить, не закрывать на это глаза. Ну, другого способа я не вижу. Это угроза Европейскому Союзу. Есть также информация, точнее реакция на ядерную риторику России. Она опасна и безответственно. Так отреагировали в НАТО на заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, а в Минобороны Литвы заявили, что таким образом Москва хочет запугать страны, поддерживающие Украину оружием. Глава ведомства подчеркнул, что особой реакции на российское заявление о ядерном оружии быть не должно. Давайте послушаем. Не стоит отвлекаться на крики, что теперь. Защита стран НАТО от угрозы ядерного оружия гарантирована, независимо от того, размещено ли это оружие к западу, от наших границ, к востоку или к северу. Арвидас Анушкаускас, министр обороны Литвы, Фейсбук. Как говорится, в дополнение к нашему обсуждению, но я бы хотел еще вернуться к товарам двойного назначения. Многие отгружаемые товары имеют как военное, так и гражданское применение. В список этих товаров входят те товары, которые запрещены к экспорту в Россию со стороны ЕС. Вот мне интересно, по поводу военного назначения. Давайте вспомним девятый пакет санкций. Меня очень удивило, что там как раз ввели ограничения по беспилотникам. То есть проходит 8 пакетов. Россия запускает свои беспилотники, которые потом сбивают украинские вооруженные силы, а там, оказывается, находят комплектующие немецкого производства, да даже американские технологии были. Вот как так можно ввести только сейчас, понять, что аж в девятом пакете нужно ввести ограничения по беспилотникам? Ну, смотрите. Там что включено? Если мы берем, брать отдельные комплектующие, например, тот же самый двигатель. Это элементарный двигатель, скажем, который говорит о том, что он там двойного назначения. Это может быть используют в самых простых вещах. Также, например, если мы будем говорить про микрочипы, в очень многих бытовых приборах используются микрочипы. Как результат, это была такая информация, что они вытягивали микрочипы из бывшей какой-то старой или даже новой бытовой техники, и потом их перепрошивали для того, чтобы использовать в своих военных целях. А также, например, другие какие-то компоненты. То есть, когда пришел, соответственно, сбили украинские военные, украинское противовоздушное оборота, сбило эти беспилотники и проанализировали, соответственно, тогда уже стало понятно, что Россия фактически и Иран, в том числе, давайте не забывать, относительно того, что большинство беспилотников сейчас это иранского производства. А Иран, ну, я скажу откровенно, что по отношению к Ирану санкции были очень дырявые. Вот когда там говорят, что против Ирана санкции не работают, они не то, что не работают. Запад просто закрывал глаза на то, что Иран имеет какие-то программы и другие возможности поставлять разные комплектующие из совершенно разных стран. И вот в этом является проблема. Теперь у них есть и комплектующие, и они производят оружие. Так вот, в этом контексте, проанализировав, соответственно, ту ситуацию, которая сложилась, какие комплектующие были использованы, и вот это уже реакция на фактологическое проявление того, что Россия, что Иран использует своих беспилотников, использует своих оружия. Поэтому тут и была такая реакция и только в десятом пакете, после того, как Иран продал свои беспилотники России, после того, как украинцы их сбили, после того, как были проведены расследования, и были понятны каналы, по которым соответствующие комплектующие поступают в Иран, в Россию, только вот тогда, в принципе, и произошла реакция. До этого допустить, что вещи такие, скажем так, какие-то определенные микросхемы могут использоваться в таких беспилотниках, ну, скажем так, такого предположения не делали. И вот поэтому и произошло, скажем так, опоздалое решение на то, чтобы ограничить поставку этих комплектующих в Россию и в Иран. А по поводу реакции на Иран, кстати, да, вы не зря сказали, есть информация от The Wall Street Journal, что Россия передала Ирану свои разработки в области электронной разведки и слежки в обмен на поставки дронов в Камикадзе, о чем сообщает The Wall Street Journal. И в публикации сказано, что власти Ирана также заинтересованы в российских вертолетах, истребителях, а также в ракетах дальнего радиуса действия. Как сообщает издание, Иран и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в киберсфере еще два года назад. Однако Москва не торопилась передавать Тегерану свои военные электронные технологии, опасаясь, что они будут выставлены на продажу в Даркнете. Но после начала полномасштабного вторжения в Украину Россия передала Ирану свои разработки в области слежки за коммуникациями, а также приборы для подслушивания и детекторы лжи, также сказано в публикации. Ну вот, да, вы говорите о реакции, а каким-то образом сотрудничество России Ирана все равно растет? Вот как это... Ну, потому что... Ну, смотрите, первый момент, почему, скажем так, ограничило это сотрудничество, надо понять, что Иран это прямой враг Израиля. Израиль четко определил, что Иран для него является угрозой, и он не может допустить, чтобы Ирана было какое-то оружие, которое могло составить угрозу израильтянам. Это первый момент. Вы видите, что Израиль на протяжении войны, я сейчас говорю не про народ Израиля, который нам очень хорошо помогает, а я сейчас говорю про правительство Израиля. Правительство Израиля, оно не так активно в помощи для Украины, оно могло быть гораздо больше поставлять нам как и вооружение, так и финансовые помощи, но фактически этого не делает. Одной из причин, почему оно этого не делало, это как раз угроза России в том, что она может увеличить сотрудничество с Ираном и поставлять им тех технологий, которые дадут возможность стать сильнее, во-первых, Ираном, а во-вторых, то, что Иран сможет потом это использовать против Израиля. Так вот, в этом контексте сейчас, пожалуйста, такой пример того, что сотрудничество, оно продолжается. Можно ли каким-то образом ограничить это сотрудничество? Ну, во-первых, в России очень мало каких-то государств, с которой готовы с ней сотрудничество. Это страна-изгой. И поэтому она объединяет вокруг себя только страны-изгой. Это Северная Корея, это Иран, это Сирия, это, ну, и Беларусь. Это фактически те страны, на которых они имеют прямое влияние, это страны-изгой. Китай не хочет присоединяться к такой компании, но готов на этом заработать, поставляя какие-то, скажем так, товары, которые им выгодно поставлять, замещая те же самые европейские товары. Поэтому в этом контексте сотрудничество с Ираном будет продолжаться. Но тут единственная возможность для того, чтобы это сотрудничество не допустить или уменьшить, это, по мне, активное участие, как сейчас, например, опять провокация относительно того, что обстреляли американскую базу, соответственно, американцы ответили по иранским объектам. Вот в этом контексте надо показать, что такое сотрудничество может привести к тому, что и против Ирана может быть не просто санкция, может быть и какое-то другое силовое воздействие. Но по-другому ограничить, например, такое сотрудничество, учитывая, что у них есть общие границы, ну, фактически невозможно. Поэтому будет. Ну, а европейским странам и американцам надо наконец-то в принципе понять, что ваше заигрывание немножко такое с Ираном и закрывание глаз на то, что Иран получает комплектующие двойного назначения при присутствии санкций. Между прочим, и Россия после 2014 года, несмотря на то, что было ограничение по военным контрактам, она получала европейские различные товары двойного назначения, даже может быть военного назначения. То есть военного назначения, мы это знаем, мы видели эту статистику. Вот в этом контексте надо показывать, если режим становится агрессивным и имеет однозначные признаки диктаторские, то такой режим поддерживать в любом формате нельзя. Илья Сергеевич, говорю вам спасибо за этот подробный анализ в отношении санкций против России 11-го пакета, который в скором времени, надеюсь, появится, будет принят. Ну и потому, как помощники России должны быть наказаны. Илья Нисходовский, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS только что был на связи со студией.